Продолжение следует... 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 И в нашем контексте, нашего категорального аппарата, ты называешь доверен. Тобто ты, а по электронку, хотел сказать наступное. Что национальные сборы, паралельно тут существует институт национальных сборов, который позволяет идеологию, чистоту и правдивость народного выбора снизу до верну. Поэтому в каждом районе, в Печерском у нас майже спомплектовано, в Шевченковском майже спомплектовано, будут 10 координаторів районів. Вот сколько районов, сколько координаторов. Каждый координатор будет иметь секретаря и IT-специалиста. Как и этот инициатор отримал доверенность к 9 друзьям и сам подписался, он або висела секретарю координатору району на перевірку в этот документ, чтобы секретарь, або иди пешки в Печерскую администрацию, там будет кабинет, или в другом месте будет кабинет, и проверяют, че эти 9 людей действительно живут в этой территориальной громаде. И это не предназначает, безусловно, адресу регистрацию териториальной громады. Прошу, не тут. Это просто людская инициатива. И после этого ты попадаешь в секретарь координатор, одним кликом вправляет тебе виртуальный мир, с которым ты общаешься до бесконечности. То есть в одной территориальной громаде на тысячу людей может быть три доверенности по десять людей. Они просто обвиняют информацию, они просто получают стандарты, пакеты документов. Завтра будет обвинять документ договор людей про створение территориальной громады, пакет этих людей из старости, которого берут договор, и договор этих людей из обороны, которые из их имени идут на еще больше. Таким образом, это действительно и выборчие, и прямое народовладие одновременно. Почему они прямые? Зрозумевайте дальше. Потому что система откликает, допускается в любой час, но не раньше, чем через 9 месяцев. Потому что у детей, через 9 месяцев, в любом старости и обранном нужно дать местность проявиться. Не можно их менять, как это солнце, потому что наш народ так, когда хочет прямого народовладия, он хочет аж иногда заграяться. Это тоже нужно понимать, что влада такая же, как и мы. Она похожа на тех самых людей, смертных и иллюзиях, как и мы с вами. Поэтому мы должны повторять их помогать. Этот виртуальный мир очень просто изначает из тех людей, которые стали доверенными инициаторами, тех людей, которые станут наиболее обранными на национальные сборы в данную группу Печерского района. Это те люди, которые... Во-первых, там будут такие объявления, что если человек уже стала доверенными, то она должна на своих подъездах вывести свой телефон, свой адрес, свое прозвище, чтобы они не понимали такого извертаться. И эта людина тут получает полный пакет, и мы ее просим в свою территориальную группу. Если она ее открывает, ничего страшного. Кто ее открывает? Одразу через IT-координатор попадает на национальные сборы в Печерском районе. Мы цей виртуальный сеть тримаем до тех пор и стимулюем, пока тут из 147, в идеале у нас должно быть с каждой 147 людей. У нас не будет 75-80. Это наш будущий ребенок. Он не предмечается любым законодательством. Если мы набрали 75 людей и 147 тысяч, то это означает, что можно проводить национальные сборы в Печерском районе, который контролирует уже координатор Печерского района без посреди. Национальные сборы в Печерском районе будет очень простая повестка дня. про владу в Печерском районе, про людское життя в Печерском районе, про оборудование старости и оборудование оборудования. Они должны из 75 в минимальном варианте 147 детей выбрать одного староста, с которым будет заключен договор, и выбрать одного оборудования национальные сборы в Печерском районе. Дальше староста и оборудование национальные сборы в Печерском районе попадает сюда национальные сборы в Печерском районе. Самое интересное начинается. На них присутствуют 10 координатин, 10 старост, и там сегодня вы пристраховали в Пиеве разные. Например, есть районы, где 340 проживают, 347, 240. У нас получилось, что есть районы, где будет 4 оборудования, в Печерском районе будет 1 оборудование. Сюда попадает 10 старост районных и 37 оборудований. И они, в этих 47 людей, выбирают староста. 10 координатин, они выбирают они, они имеют тотальное право метро. так как они контролировали, и это механизм контроля иллогии, они потом выбирают староста Киева, из этих оборудований они выбирают народную раду, вместо Киева. то нам не треба 150 людей Киевради, каждый выбранный мистит в себе 4 по кількости зараз нынешних депутатов Киевради и означает 4 их бюджетов. То есть он уже не может сказать, что он бедный. И староста визначает стратегию про людское життя в Киеве. То есть на порядке 1 национальных зборах это полная перезагрузка. То есть почему мы сегодня возьмем Киеве? Потому что это столица. Второе. Киеве с червня не имеет Киевради и с грудня не имеет голову Киев. Политики это очень очень большинство нас, как украинцев, и киян. Таким образом, если у нас получается провести национальную збору вместо Киева, они не звертаючись до Верховного Рада, не звертаючись до адміністративных органов, которые проводят установление установки власти. Действительно, оно звучит более укреплено. Параллельно мы, как киевники национальных зборов, должны обеспечить тотальную рекламную кампанию. Это мы делаем параллельно. Вы должны включить телевизор, видеть передачи круглого стола, рекламу. Это тоже будет безопасно. Для чего? людей была мотивация брать участие. так, коротко, просто, все. Выходим в Киеве, збираем 12 087 адміністративных одиниц миска, селища и село, плюс 150 представников диаспор. диаспор. Украина приходит староста Киева, с обранами Киева, и так скрізь по 12 087 териториальных громад, которые являются административными одиницами, плюс 150 териториальных громад, связанных с диаспорой, мы один из самых несчастных народов, хотя нам належит радость свято, но у нас самая великая незадоволенная кілька украинцев, поэтому у нас много диаспорей, но они нам нужны для интеграции сообщества. Наш механизм не предупреждает оборудование регистрации териториальных громад. Он просто спонукает это, чтобы в результате териториальных громад стала владельцем, получила регистр. Почему мы это делаем? Для того, чтобы статуты териториальных громад в Крыму будут меньше, чем статуты территориальных громад в Карпатах. Мы даем возможность териториальным громадам вырасти природным шляхом. Для чего есть институт координатов? Для того, чтобы на уровне координатора района, например, староста района, где никто на своих зловязанных подорогов, есть очень чистый механизм, что мы видим. Если 30%, которые сейчас были выбраны, то эти люди должны принимают староста или обранного района, и эти люди должны пройти еще раз. Это прямая народовая влада с любым лифтом. но мы пропускаем раньше, чем 9 месяцев не снимать, иначе будет хаос. Хотя мы понимаем, что с первого раза не лучшей качества люди будут выбраны. Корейская мова, мы взяли термин выбранный, потому что два смысла по-русски избранный и выбранный. Сегодня были дискуссии, что координаторы обеспечивают, которые не являются в любом случае любым данной системе. координаторы только здесь имеют право вверх. А здесь простые службы. Так вот координаторы легко это институт национальных сборов, пока не найдем тех железобетонных, которые будут на своей жизни. Все, спасибо. Скажите, пожалуйста, почему такая количество людей выбрана? чтобы с тысячи певный процент? Как это означало? Нет, с тысячи певного процента, с тысячи 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 энергии. Потому что сейчас мы анализовали Верховную Раду, которая в страшном сне не представляет интересы украинских народов. Один депутат Верховной ради представляет интересы 100-120 тысяч людей. Не представляет их и не хочет их видеть на свои очки. Поэтому мы искали минимальную квартиру, при которой выбранный может встретиться своими тысячами. Есть клубы, палаци спортив, поля, площадь, где тысяча всегда человек будет договор с ним. Парадонский будет в интернете висеть договор с старостью, людей про создание территории и на конституции которые говорят что законодатель принципиально не хотел визначить это так. Я по центру буду зайти, по центру мы потенци мы потенци мы потенци что я говорю законодатель 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 мы не выходим в сферу репутации конституционных судов которые продаются и божественные то даже когда галтували конституцию предыдущую владу даже в данном случае институционном суде он сделал все чтобы университь народовладство через выборы и референдум но принципиально это даже продажный суд просто законодатель и законодатель и судовая так что кто-то в украинском народе визнется и сделает это мы взялись и сделаем институт установной влады а уже законодатель 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 судовая я так понимаю что коллективный договор про створение территориальной громады а регистрация в системы которую мы не 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 ориентированы на коммуникацию с органами регистрации сертификации получение божественного благословения мы не не ни никого украинский народ самодостат самодоста Так что немцы недолуги. Например, Фрация 7-20 раз за последние 9 лет хочет сменивать Конституцию. Мы не влаштовываем Конституцию Европарда и узагальнение Бруссельской Конституции. Это и процесс вичный, поэтому мы принципиально, не только, если мы еще раз начинаем модифонировать, еще раз, чтобы мы его понимали, еще раз начинаем кондицию. Найвищая юридическая сила находится в установке города. Вчера считаю, национальные сборы – это установки сборы, понимаете? То есть мы, может, даже 1 до 1000, это мы сделали, если кто-то будет критиковать, мы можем проанализировать, где выник, кто-то выбран, и кто-то там, куда, где он выник. Самое нужно, понимаете? Статистика. Но это 3. Люди выбирают одну из объездов в 500 грамм, одного выбирают доверенность людей, и он может представлять этих 3 людей. Вот что парадокс. Мы просто надали ей системности. Читаю. Национальные сборы в Украине, все установки сборы через самоорганизацию и самоврядувание. Вы хотите? Ну, поднимите, думайте, хоть взберите людей для визначения или изменения конституционной власти. Это взято глава 2 ст. 5. Все говорят, что народ, суверенитет и жирова блага. Там есть 2 части, где написано чётко и ясно. Конституционный лад в Украине визначает, или изменяет, или исключительно народ в Украине. Мы и так, как мы с вами забрались на установочном сборе, начали длиться на Украине визначение. Нас влаштовывает то, что длиться на Украине? Влаштовывает. Все, питания нема. Чи не влаштовывает? А что вы хотите делать? Хочем удосканавливать Конституцию? Удосканавливайте. Но это уже второе вопрос. Конституция не является необходимым. Длиться просто на чем побудованный юридический свиток ману. Чтобы вам за стены вистачало повышать таким, как вы есть. Национальные сборы базуются на свечаевом праве, и традициях украинского народа, которые являются первыми причинами любого чего-то. И когда это понимает часть народа, то в целом, а самое интересное, мы не рассчитываем, если мы не рассчитываем, мы рассчитываем на минимальную инициативность, на одну годину, яку мы имеем доверенность у девяти коллег, украинских, украинских, украинских. Мы, в целом, не рассчитываем на коллективное, народное воевременное. Хотя мы таке тоже не допускаем. Мы очень рады, чтобы оно было. Так вот еще раз повторю. Для визначения или изменения консультивного влада в Украине, выключенного рода, который, первым причином, единственным джерлом влади в стране, в том числе законодательства, и законодательства, и судового, и является прямой формой народовлады. Другой фон просто не существует. Другой фон не существует. Это иначе прямая форма народовлады в Украине. Другой фон. Просто в нашем случае называют национальность. Хочется назвать сексуальность. Хочется назвать веселье. Просто все таки властные назвы. Мы проголосовали. Когда Майдан вырубал, мы просто проголосовали эту назву. Были народные сборы. Люди сказали, что титулный народ плюс 136 народных народностей. Хай будет национальность. Супер. Хай будет национальность. То есть это властная назва. Но что бы не стояло своей властной назвой, это установные сборы, как инструмент установной влады, от которой походит любая влада. Все? Прошу. Что я там чуть-чуть упустил. Это на уровне верификации этих десятилетий. Вот тут? Да, да, секретарь это верификает. Какое у него гарантажение вообще было? Он это может сделать? Да, что же тут такого? Я просто понимаю, там... Ну как видите, у вас 147 секретарей, но служит на месяц 147 представителей. А, окей. Другое вопрос. Эти координаторы из Института перезначаются национальными сборами. Это... Так подожди. Вони же начинку беременную. 100%. Так они же открывают. От первых, куда возьмут? Но координаторы не выбираются, а призначают мною и национальными сборами. Право того, что они не... Они не имеют черелом власти. Они не мают властных повноважений. Не мают административного ресурса. Это координаторы, это найминги люди. Это козаки. Это козаки. Козаки, которые идут в реестр. У нас на контракте. Они только обеспечивают чётко, как швейцарские обмены. Без жодного субъекта. Это козаки. Национальних сборей еще нет. Ациональний сборей это я. Мне ничего не нужно. Украина это я. Национальний сборей это очень сильная команда. Вот я стою. Я принимаю деньги с командой. Назначаю 10 людей с командой. Я даю им бюджет, и они выникают раньше. Потому что они должны обеспечить это народовладие правильное и корректное. Вы понимаете? Цю работу IT, до речи, это сумасшедший IT-продукт, уже три раза нам его одна из лучших IT-компаній захищает. Это все будет работать просто в онлайн. Он уже существует? Конечно. Он уже сделает. Это программа это. Это не такая программа, что вы себе нестили. Это программа, которую за два с два года журный кабин не мог сделать. Это программа того, что по координатам все очень просто. Координаторы – это люди, которые не будут иметь собственных административных повноважений. То есть это нормально. Как меня понимает казацство, это писак казаццев. То есть это человек, который фиксирует. Он знает, что фиксирует, что не фиксирует. Что для казакства в районе, что для казакства в горе. Так и тут. Это институт братства, очень жесткий. Но он наймен, это мененгерин. Менеджеры. Они на зарплате, но они идеологичны. И почему мы не знаем, чтобы их поменять? Допустим, может, он какой-то курок попался. Но я, например, когда был главой партии, у меня было 68 кандидатов в депутаты, то я сказал...